Всем привет, с вами Ян Матвеев. Сегодня 8 сентября и 562 день войны. Собрали для вас все самое важное. Новая ракетная атака украинских городов, подводная лодка Северной Кореи и пожары в российских городах. Илон Маск спас российский флот, а хакеры украли данные МТС. Ситуация на фронте в целом стабильная. Основные атаки ВСУ проводят между Новопрокоповкой и Вербовым. Там продолжаются тяжелые бои. Вот на этих кадрах уничтожение российского танка Т-72. Его добили с дрона и в результате взорвался боекомплект. Тем временем российская армия нанесла ракетные удары по нескольким украинским городам. Вот кадры из Кривого Рога. Там повреждено здание полиции и нескольких других построек. Погиб один человек, больше 40 пострадали. Также есть разрушение в Сумах. Там пострадал двухэтажный жилой дом. Двух человек достали из-под завалов. Вот и песика тоже достали. Вроде целый и серьезно не пострадал. Хотя выглядит контуженным и сильно испуганным. Пятый раз за эту неделю была атакована Одесская область. 16 из 20 дронов шахет были сбиты. О повреждениях не сообщали. Но, как и ранее, целью атаки была зерновая инфраструктура. Какая красота! Пока ты смотришь футбол, твоих друзей забирают на войну. Пока ты смотришь футбол, твои соседи пишут на тебя донос. Пока ты смотришь футбол, Кремль атакует дроны. Хочешь смотреть футбол или узнавать самое важное? Каждое воскресенье в 17.00 только самое важное. Илон Маск подтвердил, что сорвал атаку украинских морских беспилотников на российский Черноморский флот в Севастополе. По его словам, никто не отключал навигацию Starlink в районе Крыма. Ее не включили после того, как поступил экстренный запрос от украинских властей на активацию системы на всем пути до Севастополя. Маск считает, что такие действия сделали бы SpaceX стороной конфликта. Логика довольно странная, потому что вообще-то украинские военные все равно используют Starlink для своих целей уже довольно давно. ЮНЕСКО на время войны взяла под усиленную защиту 20 культурных ценностей на территории Украины. Также в организации осудили российские ракетные удары по историческим зданиям, имеющим культурное значение. На деле это значит, что специалисты ЮНЕСКО подготовят других экспертов в области защиты культурных ценностей, проведут специальные тренинги для военных, а также смогут отправлять средства из специального экстренного фонда. КНДР спустила на воду новую подводную лодку. Говорят, она оснащена даже тактическим ядерным оружием. Ну вот в этой надстройке там вроде как есть ракеты. Лодка готовится к выходу в море для испытательного плавания. Ким Чен Ын заявил, что все имеющиеся тяжелые подводные лодки будут оснащены тактическим ядерным оружием, по примеру, новейшей субмарины. В сеть слили данные более миллиона клиентов МТС-банка. Хакеры опубликовали имена, даты рождения, номера телефонов, ННН, информацию о гражданстве и фрагменты номеров карт. В банке утечку данных подтвердили, но успокоили. Говорят, что данные карт видны лишь частично и якобы не позволят злоумышленникам совершать финансовые операции от лица клиентов. На востоке Москвы в районе Новогиреева произошел крупный пожар. Очевидцы сообщали о взрывах. Сначала СМИ заявляли, что горят помещения федеральной налоговой, таможенной, простите, службы. Но позже МЧС подтвердило, что пожарные тушат огонь на складе холодильников рядом с ним на той же улице. Пожар составил по площади 800 квадратных метров, пострадавших нет. А в Брянске из-за удара беспилотника загорелся завод микроэлектроники Кремниел. Он выполняет заказы Минобороны, производит детали для Искандеров, систем ПВО, панцирь. Беспилотник сбили, но он прилетел в соседнее административное здание, оно загорелось. Пожар постушили, пострадавших нет. Это были все важные новости за сегодня. Если выпуск был вам полезным, то обязательно поставьте лайк, напишите комментарий. А еще поддерживайте нас на Патреоне Популярной Политики. Это очень важно, помогает нашей работе. Всех, кто уже это сделал, мы выводим на экран с их разрешения. Всем огромное-огромное спасибо. С вами был Ян Матвеев. Увидимся завтра в конече «Военное положение». Продолжение следует...